Продолжим ваши картизианские размышления о таком образом. Удалось получить очень интересный результат в прошлый раз. Я над этим результатом, как обычно, лежа в джакузи подумал. Когда включаешь свет, включаешь диодную подвеску, то можно думать над этим каким образом. Результат действительно получился очень не странный. Напомним, что у нас происходило в прошлый раз. Мы выяснили, что традиционное понимание картизианского сомнения состоит в том, что мы ставим под вопрос бытия. У нас есть некоторый предмет, смысл бытия которого не прояснен. Этот смысл бытия предстоит нам уточнить. То есть, допустим, нет рук, которыми мы трогаем предмет. Допустим, нет ли глаз, которыми мы смотрим на этот предмет. Допустим, ничего нет, но есть моя мысль. Таким образом, я сам достоверен для самого себя. В этом декабрь... Ну да, допустим. Картизианские размышления. Всё, включил, да? Опять заново? Не, не показывает. Да показывает. Значит, картизианские размышления состоят в следующем. Что, допустим, главный, первый ход декабрь состоит в том, что мы пытаемся определить, что такое чистое Я. То есть, мы пытаемся понять, что в нашем Я, например, руки, ноги, что-либо ещё, то есть нашему сознанию, принадлежит нам собственному, воистину. А что являются культурными, научными и прочими наслоениями, посторонними, которые не имеют определения к Я, никакого отношения. Предлагает следующая техника. Следующая техника, она состоит в следующем. Значит, так, допустим, есть перед нами некоторый предмет, а пусть его нет. Несомненно то, что мы его мыслили. То есть, если предмета нет, несомненно, тем не менее, оказывается, что я при этом существую. То есть, есть человек, который его мыслит. Это человек. Это не человек, на самом деле, а просто чистое сознание. Часто этот объект, который переживает. Мыслит, да. Сомненно то, что я его мыслит. Мыслит, а не переживает именно мыслит. Таким образом, оказывается, что мыслит, что Я существующее. Мы ставим под существование предмета, как обычно излагает Декарта, ставим под вопрос существования предмета, а допустим, предмета нет. Несомненно то, что Я его мыслил. Пусть вот этого мышки, которого у нас спереди, его нет. Несомненно, это то, что я его мыслил. Таким образом, я существую. Фактически ты удостоверяешь только то, что ты мыслишь, что ты есть или не есть, это не факт. То есть ты удостоверяешь только сам факт того, что ты... Допустим, предмета нет, но, несомненно, есть я. Нет, не ты. Есть ад. Его сознание. Ну, это другой вопрос, является ли он дискретным? То есть, как каждому предмет соответствует свой новый Я, да? Это то, что мы вчера подняли вопрос о том, что он возвращает от предмета-то? Я просто изложил точку зрения, которую обычно так декорды и понимают. То есть, мы в предмете можем поставить под вопрос как бы две вещи. У нас получилось вчера. Главное, мы сделали все места. Две вещи можем. То есть, первое – это сущность, а второе – это существование. Мы можем поставить перед вопросом, пусть предмета нет, но, несомненно, есть я. Это первый вопрос. Второй, значит, это – пусть передо мной что-то есть, некие, но непонятно что. А что это? Передо мной что-то сереется, а это дракон. А то сколько у дракона этих глаз? Постоянный вопрос, то есть таким образом чтойность и сущность вещей. Два, четыре, пять голов, шесть голов, семь или что-либо еще. Это два разных разговора. Декарта принято традиционным образом понимание. Так что под вопрос ставится в существование. Тем, кто знает Гусарга, может быть, меня поправит, но, по-моему, Гусарга именно так понимает Декарта. Практически все понимают Декарту. Но мы убедились в одной очень странной вещи, что под вопрос можно поставить чтойность. Есть нечто, но непонятно что есть, что это такое есть. Тогда оказывается, но несомненно то, что я его представляю, то что его мысль. То есть таким образом я имею доступ в самом себе. То есть я проживаю, испытываю некоторое ощущение себя. Несомненно я есть. Непонятно что передо мной. Это мы, дерево или человек. Да, издалека там что-то такое сереется. Я не задаюсь вопросом, что это такое. Дерево или человек. Но несомненно то, что я это мысль в какой-то форме. Это очень забавное рассуждение, которое считают, что Декарту оно совершенным образом чудо. Но как я сегодня постараюсь показать, что именно только так Декарты можно и понимать. Обычно люди понимают Декарта только через его коглито. То есть через эту самую вещь мыслящую. Обратите внимание, что весь мыслящий у нас в обоих случаях получилась такая вещь, в которой ее сущность подразумевает существование. Мы получаем некоторую сущность. Я мыслю что-то. Я мыслю. Следовательно я существую. Это действительно сущность, которая в самом себе заключает идею существования. Теперь постараемся понять эту ситуацию немножко глубже. Вспомним о том, что кроме когита, сущность, которая заключается в существовании, есть и у Декарта вторая вещь. Это вещь протяженная. Что такое протяженность? Мы знаем из физики, что протяженность это как бы некоторая среда, в которой все находится. Как все находится во времени. То есть это так. До Канта существовало несколько иное представление о протяженности, у которого Декарта состоит в следующем. У вас есть некоторая вещь. Эта вещь состоит из свойств. Например, этот мишка, он беленький, он пушистенький, он с двумя ножками и с двумя ручками. Это его свойства. Но кроме того, есть еще одна важная составляющая в том, что он есть предмет. То есть предстоит перед нами. То есть он есть определенного рода трансцендентен нам самим. Именно это и состоит, говорит Декарта, состоит в сущности протяженности. Это и заключается. То есть вещь, во-первых, протяженная. То есть вещь есть вещь. Предмет есть предмет. Факт его предметности выражается в том, что он протяженный. То есть он находится в пространстве. И во-вторых, обладает кучей свойств. Таким образом, предметность как или протяженность сама по себе означает для нас трансцендентность или бытие вещей. То есть бытие не завещает нас. Таким образом, мы опять видим, что имеем дело с некоторой сущностью, идея которой заключается в себе существование. В самом деле сущность ее состоит в том, что быть положенным пред нами. Находиться вне нас. Быть трансцендентным для сознания. Существовать независимо от сознания. В этом смысле мы говорим, что протяженность – это такая идея, которая заключается в существовании. Мы мыслим ее таким образом, что она заключается в себе существование. Это существование внешнее или трансцендентное нам. Это очень интересно. Потому что, если мы имеем перед собой протяженный предмет, то мы не можем к нему адресовать вопрос, а пусть его нет. Мы можем только задаться вопросом моего чтойности. В самом деле все, что есть. И факт самой протяженности заключает, что этот предмет трансцендентен или положен перед нами. И отличен от сознания. Теперь мы можем отрицоваться к нему только способом. А что перед нами есть? Медвежонок или гновик или человек? Мы ставим под вопрос его чтойность, его сущность таким образом. Здесь мы точно так же понимаем, что, допустим, этот вопрос о сущности, на него не имеется никакого ответа. Мы не можем понять, что там есть. Но несомненно то, что мы этот вопрос задаем. Несомненно, что мы в этот момент мыслим. И мыслим, и следовательно существуем. Это очень забавно оказывается. То есть, ситуация по сравнению с классическим пониманием Декарта переворачивается с ног на голову. Совершенным образом. Но вместе с тем, мне кажется, что Декарту удается понять гораздо лучше. Традиционно в интерпретациях вещь протяженная, она куда-то там запихивается сам, кажется. Так у Декарта, в общем-то, и нет. Это не делается. Но само понимание протяженности как чистой трансцендентности для сознания, как формы предметности, она нам предполагает, что вопрос о сути его бытия он уже в самом начале не решен. Ну согласитесь, что он в самом начале уже решен. Мы говорим, что вещь протяженная перед нами, он решен. Когда мы имеем дело с математическим доказательством, это вечно протяженная. Вопрос о его сути, о сущности его бытия тоже решен. Подожди, а если речь идет о галлюцинации, она же протяженная в нашем предстоянии? Ну вот когда ты галлюцинируешь, по большому счету, в тот самый момент, ты ее воспринимаешь как вечную галлюцинацию. Это не может быть. То есть протяженность это множество актов мышления, вещь? Думаю, что нет. Если я один раз помыслил о ней, я больше о ней не думаю, то это не протяженная вещь. Ну я не знаю. Я вот увидел мышку и все, отошел от него, и его не воспринимаешь. Так ты его не воспринимаешь, а начинаешь мыслить его просто как идея в мышке, то да, конечно, для тебя не протяженная вещь. А в чем разница-то? Я мысли его как идею и мысли его как вижу? В том смысле, что в этом обоих случаях для тебя смысл бытия уже решен. Нет, смысл бытия уже решен с самого начала, поскольку ты мыслишь. И ты не можешь задать ему вопрос, что пусть его нет. Пусть его нет. Ты с самого начала говоришь, что есть нечто, но непонятно, что есть. Это можно, да. Мы в прошлый раз об этом и говорили, что, возможно, по отношению к предмету два вопроса. Протяженность возникает уже когда ты начинаешь говорить о чтойности предмета. Протяженность нет до тех пор, пока ты не... Протяженность – это предметность предмета, я хочу сказать. Факт протяженности – это предметность предмета. То есть пока он беспередметен, у него нет... Да, если он беспередметен, то он чистая идея, да. Это другой серьезный вопрос, каким образом можно мыслить пространство. Ведь Декарт у нас, до начальника Декарта его координаты, все это знают, да? То есть вопрос как бы, как можно мыслить пространство, или как можно мыслить время. Ну вот с точки зрения как бы физики, философии, получается, что мыслить пространство и мыслить время нельзя никак. То есть либо они есть, но ты как бы некую модель мыслить не можешь. И ты не можешь им прописать некоторую геометрическую структу. Кажется так. Ну протяженность – это как бы настоящая протяженность. Не физическая, мы же привыкли к физической acabar lindo штуке. То есть геометрическое пространство и глида, в котором находится все предметы в нем, в котором мы можем мыслить, в котором есть Декартовы координаты. Давайте давать им координаты. Но вот эта интуиция, которая состоит у Декартовской, что есть вещь мыслящая, есть вещи протяженная, и протяженность – это как бы предметность вещи. То есть событие предметности предмета или вещи, она состоит из двух важных составляющих. Первая составляющая, она состоит из-за того, что она предметна, то есть предмет, это протяженность вещей. И второе, что она обладает кучей свойств, например, красная, синяя, пахучая, пушистая, ну какая-то еще, куча свойств у нее. Но протяженность это факт ее простой чистой предметности. Понятно. А если мы вернемся к изначальному утверждению Прокогита, когда я мыслям, если я существую в этом акте, что я утверждаю, что я мыслям? Я утверждаю только тот факт, что я мыслям, но существую ли я, непонятно. Возьмите, насколько я мыслям, столько я и существую. Я отрождествляю акт мышления самим собой. Я являюсь мышлением мыслить и быть одно и то же. Почти во всей философии. Мыслить и быть одно и то же. А акт мышления, он не непрерывен? Получается, что я каждый раз, когда я мыслю, либо я мыслю, то есть в акте мышления и констатирую, что я есть, либо я переживаю мышление. Да, то есть это интересный вопрос, есть такая извечная фраза Сартера по поводу Декарта. Я мыслю, следовательно, я был. Да. То есть это и констатировать дальше, что я есть, и снова должен помыслить. Да, да. Я мысль, следовательно, был. Отсюда возникает протяженность. Нет, я не думаю, что нет. Я думаю, что с самого начала у тебя события и вещи, если у тебя есть факт протяженности... Но в акте мышления у тебя не возникает вещь со всеми его свойствами. В акте мышления ты констатируешь конкретный факт. Нет, а в акте мышления ты можешь задаться вопросом следующим. А что есть этот предмет, который у меня есть? Значит, следующим актом ты фиксируешь еще какую-то маленькую фиксированную. То есть в каждом акте у тебя нет протяженности, по каждому акте у тебя есть точка. А переживание этих точек в протяженности. Ты говоришь уже о времени. Ты говоришь о времени. Ну, во времени, да. Я понимаю. О времени просто не умеют пока говорить. Просто надо взять, это же еще оба. Нет, время возникает уже потом, может быть, когда возникает может асов. Ты как раз говоришь о времени. Время уже возникает. Я же не мыслю время. Я мыслю акты. Ну, да. Но это множество актов, оно поливается на время. Хорошо, не время, а временность. Ты говоришь о временности. А в чем отличие времени от временности? Что это такое? Временности и временности. Ну, вы используете слова для того, чтобы это специально сейчас не ошифровать, а потом еще говорит Вова. Вова у нас говорит о том, что есть некоторая предварительная основа для времени. Я говорю, как это, как о временности. И есть, собственно, время. Как их шифровать? Ну, можно об этом подумать. Можно поговорить. Но время и временности, так как бы, вещи на самом деле... Ну, условно говоря, есть сами феномены, в которых проявляется время, да? А есть, собственно, сущность, которую называют время. Есть проявление времени, да, временность, а есть, собственно, время. А есть сущность? Да? А это сущность? Непонятно. Просто можно... Ну, это непонятно. Может, так делать не разошли. Вова нас сразу же послал туда далеко. Может, мы пока оттуда не дошли. Но мне очень важно эту точку зрения зафиксировать. Я говорю, главным образом, усилиями Стаса, да? Что мы можем сомневаться в чистоенности вещи, и тем самым мы тоже будем получать некоторого субъекта. Но этот субъект, таким образом, мы будем доказывать, что он существует. Безусловно. Я мыслю с этим существую, но совсем в другом смысле, чем это воспринимает, скажем, гусарь. То есть декарь, когда получается, совсем другую интерпретацию. Совсем другую интерпретацию. В чем это может быть? Традиционно всегда под вопрос ставилось бытие. Допустим, предмета нет. Несомненно, есть я, который его выслит. Вот последний факт, как его понимает. А теперь другой. Раз предмет протяженный, значит, несомненно, он есть. Его вопрос о бытии, он решен и не подлежит ни какому-то вопросу. Но что есть перед нами? И каким-то образом, несомненно, что я его при этом каким-то образом мыслю. Следовательно, я тоже существую. Но, оказывается... Извини, ты же сказал, что когда предмет есть, поскольку он протяженный, тогда ты его, как бы, ты его, фактически, ты его, не знаю, определил, так сказать, дал ему жизнь, условно говоря, тоже через себя, так сказать. В своем сознании он протяженный. То есть, это протяженный для воспринимающего субъекта. То есть, значит, есть субъект? Ну, я не знаю. Здесь вопроса о субъекте нет. Но вот такая протяженность, это некая трансцендентность предмета, абсолютная трансцендентность предмета несознания. Понять предмет протяженным, значит, что понять трансцендентным. А понять трансцендентным означает, как понять независимое сознание. Стас тоже во многом это оправдал. То есть Кантовская постановка вопроса – да, она так и есть. В дальнейшем Кант попытался эту самую ситуацию понять следующим образом, что у протяженности есть форма. Я же тоже говорю везде о форме, она всех сбивает. Я говорю о протяженности как форме восприятия предмета, а о протяженности как форме давности предмета сознания. Или о форме внешнего чувства, говоря про Кант. И таким образом само пространство оказывается некоторой формой, которая принадлежит своему сознанию. Здесь же совсем другой разговор, она как бы и форма, с одной стороны. Это такая форма, которая указывает на абсолютную трансцензентность предмета сознания. То есть как бы на реальность указывает. Да, на реальность, которая указывает как бы на реальность. Получается, что Кантовский разговор с этой позицией совершенно невозможен. Как только ты видишь протяженный предмет, ты не можешь в первую очередь его созерцать. У него уже эту формулу мог созерцать как некое что-то чистое, как пустое пространство для Канта. А здесь он не может. Перед тобой сразу же она указывает на абсолютную трансцендентность предмета сознания. Кстати, то, что может зависеть от формы как пустую, в этом Кант видел основание математики. Да, вот это так. Здесь это другой серьезный разговор. Очень важно, что когда мы имеем протяженный предмет, вопрос о сути его бытия решен для меня представляется. Раз вопрос о сути его бытия решен, то этот вопрос задать ему нельзя. Можно спросить только от чтойности. Я вот тут всем рассказывал, когда бегаю, кроссы, всякий раз из-за мной перед туманом, я по ночам же бегаю. Вылезают два столба, я понимаю, за двух разгромивающих людей. Потом подбегаю, два столба. То есть, передо мной есть нечто, и вопрос, что оно есть, это бесспорно, но непонятно, что есть. Если непонятно, есть что, то точно так же можно задаться, что есть. Не важно, что есть, но важно, что я это что-то, как-то можно воспринимаю, или мысль. И одновременно оказывается, что я являюсь формой определенности предметов. Да? Можно сказать, что я-то есть, может просто нечто мыслит, нечто мыслит, нечто есть. Ну пусть нечто, но вот это нечто, это как бы мое я. Мысль-то все-таки его первым учить я. Игорь говорит, что так я вводится, вводится, так. Чит, да, это то самое нечто, каким образом я. Построение. Я вот, например, начну о очке, и я вижу, что к сути моего бытия, понят это очки, не имеют отношения. Иначе говоря, как бы вот есть некое предварительное понимание, что такое как бы я, да? А есть метафизическое понимание, то, что и говорит, то, что Дикат вводит, некое метафизическое понимание, что такое я. Потому что кто-то скажет, что я это повар, а кто-то скажет, что я это консобщик, а я не повар, а консобщик, а нечто другое. нечто другое. Вот как бы то, что собственно я, метафизический, а именно мыслящий, вот это и есть сущность я. Декар дальше идет, он говорит, что есть две субстанции, мыслящий. Я не знаю, это глупость, но берем готового ребенка, он же не знает, что это мишка. Он ходит за это, что это, что это, мы накладываем на него такую матрицу. Несомненно, она для него и есть, очень важно. И посмотрите, он не знает, потому что он не знает слова, он на него указывает, этого достаточно. Если он слова не знает и не знает, что это такое, это не значит, что предмет как протяженный не видит. Он видит протяженный предмет и относится к нему так, как он может к нему отнести, а он не знает слов, допустим. Он может только спросить, что это такое. Ну, раз он спрашивает что это – Тоно? Очень важно постараться вопрос на ферналь мы разрешили. Что можно сказать о этом самом я? Сознание чисто является формой определённости программета. И то что ты сказал что форма является формой определённости программета. Ребенок действительно не знает этих слов, но потом они для него станут в качестве определенных, когда его научили учить. Лучше их не слово, а сознание «я» является формой определенности предмета. И это очень интересно. То есть мало того, что мы убеждаемся в некотором существовании, безусловно, я в этом смысле и работаю точно так же, но еще мы понимаем его как форму определенности предметов. То есть всякий раз вспомним опять знаменитую первую главу феномологии Духа Гигеля, там у него есть «я», которое является формой определенности предметов. Когда на день наступает ночь, или на ночь наступает день, да, день проходит, наступает ночь, это позволяет мыслить нам «я» в качестве формы определенности предметов. Когда одно сменяет другое, это таким образом приводит к тому, что мы начинаем думать, что единственное в данном процессе сохраняется и существует это наше «я» по той простой смесли, что «я» является формой определенности предметов. Но что здесь точно пропадает при таком разговоре, это гусселинанский разговор, это основоположение феноменологии, да? То есть феноменология Духа, а есть феноменология просто, это разные вещи. Феноменология Духа, которую я плохо знаю. И вот так называемая эпохия, воздержание осуждений, когда у тебя есть нечто, как некий феномен твоего разума, и ты просто отказываешься от разговора о статусе, а его онтологическом. Существует ли оно на самом деле? То есть некоторые, как мы говорим, факты сознания. Есть факты сознания абстрактные, просто абстрактные факты сознания. Здесь смотрите, что фактов сознания нету, потому что то, что у тебя есть, у тебя вопрос о протяженной вещи, это всегда у тебя онтологический вопрос уже разрешен. А сколько она является протяженным, а столько она и существует. в каждом акте восприятия внешнего мира мы утверждаем, опять же, себя. То есть мы не утверждаем мир, что это Мишка, а мы утверждаем в себе. Да. Конечно. Конечно, конечно. Вот именно так, да. Именно так, что когда в каждом расприятии мира, когда мы начинаем его мыслить, определено Мишкой, то есть ты говоришь то же самое, что Валя, другим Славом. Мы определяем Я. Да. То мы определяем Я. Мы вот все здесь являемся. Это наше присутствие в мире. Вот таким образом дается наше присутствие в мире. Мы это, наверное, никуда не можем сделать. Вот как вот только Мишка стал Мишкой, то мы думаем, что Мишка стал Мишкой, ну какие пустяки. А на самом деле мы здесь во всем все оружие и в леске своем мы явились. Но именно Мишление определенности. Мишление и разговоры. Поэтому вот это, что я сейчас рассказываю, неожиданно полностью согласись, что отрицает то, что делал, скажем, Наговицын или Гуса. Ведь Гуса нет разговора о бытии. Наговицын тоже разговор о бытии. Ну здесь еще надо было на замещание Стаса. Я просто ждал момента, чтобы высказать. Стас сказал, что как мы будем отвечать воображение, представление и реальное восприятие. Дело в том, что как раз у Декарта там указан критерий, критерий ясного и отчетливого представления. А если представление ясное и отчетливое, то это вот то самое реальное представление, как Игорь Григорьевич. Ясный и отчет — это как бы не совсем корректный термин, что это значит. Термин может быть не корректным, но термин, наверное, это... Он появляется, это знаменитая вещь в Декарте, очень важно ее постараться понять. Ее настоящий мир ясное и отчетливо это представление об ясном и отчетливом не понимает. Я не знаю. А вот здесь можно понять именно в том различии, что, конечно же, есть воображение, конечно же, есть как бы представление, в своем вещи, может быть, нету но я мог бы где-то там представлять ее воображение Так вот если мы знаем, что воображение уже нет, мы не предоставляем, ясно я осчетлив метру поэтому критериям различия воображения во сне еще у него и 2 есть понятно, что во сне воображение мы не ясно осподнимаем предметы если предмет распроется с другой自евой стороны если я молчу Это означает, что мы воспринимаем реальность. Галлюцинация, может быть, ясно. То есть, традиционный разговор... Подожди, 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 подожди. Отчет галлюцинации ты правильно сказал. Оно может быть ясно и отчетно, но в этом состоит то, что говорит сомнение в этой сущности вещей. Игорь бегиже по дорожке и галлюцинирует, стоят два гиганта, понимаешь? Дракон ему видится. Подбегает ближе, это стал бы. Понимаешь, в каком-то смысле в этом и состоит то, что Игорь говорит в сомнении в сущности вещей. В сомнении не в бытии, а в сущности. То есть, нечто ясно, отчетливо воспринимается. Нет сознания, нет сомнений. Да вот как раз галлюцинация... Хорошо, галлюцинация это вопрос как раз о бытии. Нет, вопрос галлюцинации это... Конечно. Вопрос галлюцинации это... Имеется такое иллюзии. Иллюзии. Ты видишь двух человек. Подбегаешь ближе, это два столба. Это не иллюзия. Это не иллюзия. Это не иллюзия здесь. Это не иллюзия. Как раз Декарта таким образом понимает, что пусть я сплю... Да? Мы этот вопрос когда-то подробно разбираем. Или пусть я галлюцинирую, пусть этих вещей нет. И Гусра так понимает. А пусть, значит, я сплю, пусть мне кажется. У меня же есть некоторый факт сознания. И он в отличие от суждения бытия, если это на самом деле, может быть восприниматься. А предлагается разговор, что Декарта в данном моменте был не точен, был неряшлив. И галлюцинации как таковые к этому не имеют никакого отношения. А именно вопрос, что я бегу, что-то вижу. То есть вопрос в сущности бытия, когда оно уже не стоит, нечто есть. Но непонятно, что есть. Нет, и странно, как ты галлюцинации понимаешь. Как раз галлюцинации это сомнение в сущности, а ведь они в бытии. Потому что... Вообще говоря, галлюцинация это вообще переживание, а не отмождение. Иллюзия сомнения в сущности, галлюцинация сомнения в бытии. Потому что за галлюцинацией как бы считается... Вот этот наш пример, когда Игорь бежит, видит двух людей, подбегает ближе, это два столба, это что такое? А если он подбегает ближе и увидит, что там нет вообще ничего? Ну, не важно, нет вообще ничего. Дело не в этом, дело просто... А, ты имеешь в виду, что галлюцинация, когда... Галлюцинация, когда... Значит, действительно, надо галлюцинация, это действительно вопрос... Все-таки сомнений в бытии. Тогда надо говорить об иллюзии, да. Есть некая как бы иллюзия, да. Подбегает, видишь, как бы некое протяженное нечто, ясное и отчетливо. И вроде как это нечто реальное, и это два человека. Потом выясняется, когда подходишь ближе, что это два столба. То есть Игорь, на самом деле, позицию, сомнения о сущности, да, именно с этих же позиций рассматривает. Что можно, это ясно и отчетливо воспринимать нечто, да, которое при ближайшем рассмотрении оказывается другим. Я не знаю, ясно и отчетливо здесь пока рано говорю. Ясно и отчетливо. Как это воспринимать? Ну, можно воспринимать нечто, но сомневаться, что ты воспринимаешь? Мне так кажется, как раз и в предыдущий раз, когда мы обсуждали Декарта, мне кажется, что действительно сомнение может быть двояркое и в бытии, и в существе. И когда вот ты пытаешься сейчас противопоставить сомнение бытии, как бы сомнение в существе, мне кажется, это неэффективный способ философии. Мне кажется, что бывают разные сомнения на природе. Допустим, мы сейчас говорим о галлюцинациях и иллюзиях. То есть на самом деле есть просто акты сомнения, а природа этих акт сомнения, они могут сомнениям быть и не быть. Они могут быть сомнений в сущности. А на самом деле природа этих сомнений несущественна. В акте иллюзий и в акте галлюцинации нет сомнений, человек не сомневается, когда он видит галлюцинацию. Почему? Ты перед собой видишь, когда одесса seemingly не понравится! Ишь как только ты начинаешь сомневаться, галлюцинация пропадает. Нет, совершенно не обязательно. Ну как, вот ты видишь, что-то там, глаза моргнут, что-то нет. Во-во, это на самом деле правда, что когда я сплю, для меня мой сон является ягой, я в нём не сомневаюсь. Во-первых, во сне можно проснуться, сон не очень удачный пример. Во сне можно проснуться, прямо во сне проснуться. Но не консультируйтесь. Нет. И можно понять, что сон не сон. Да, тут вопрос веры вообще. Если ты видишь галлюцинацию... Нет, если ты отличаешь сон от не сна, то если ты во сне просыпаешь и не понимаешь, то ты уже проснулся. Нет, можно... У тебя уже сон становится внешним. Дело в том, что можно спать, можно спать и понимать, что ты спишь. То, что с тобой происходит, понимать, как вот некую... Да, ну я думаю, что... Ну ты так уже отвечаешь. Я такой, что я вас не знаю. Подожди, подожди. Во-первых, не надо отвечать. Видеть галлюцинацию... Послушайте, это простой опыт, как бы. Люди даже сейчас специальные практики есть. Это Ники Михаил Радуга, он в интернете, в Ютьюбе, можете почитать. У него есть целая группа уже, где он этому учит. Мой брат лично этим занимается. Я лично этот опыт испытывал. Так что не надо говорить, что такого опыта нет. Нет, этот опыт есть. Но ты, просыпаясь во сне, ты отличаешь уже. Ты констатируешь факт. Я сплю. Сам факт состоит. Нет, сам факт состоит. Ты проживаешь некую жизнь, многообразие. Ты видишь, что это целый мир. Ты разговариваешь с людьми и действуешь. И тем не менее, ты понимаешь как раз, что это все сон. Вот что проблема состоит. Хотя бывает сны, конечно, где ты этого не понимаешь. Если ты понимаешь, что это все сон, то нормально все. Права нет. То есть ты видишь отличия. Я говорю о том, что ты когда находишься в галлюцинации и не видишь отличия. Проблема состоит в том, что если мы вас не можем проснуться и думать, что это сон, а не сейчас я могу подумать, что все сон. То есть в галлюцинации мы можем вопрос задать, а есть ли это на самом деле? Конечно, мы можем. То есть ты задаешь этот вопрос. Ты уже начинаешь относиться к себе. А нельзя ли сейчас, допустим, я существую или нет? Вот как Булат Соснов говорит, кто-то спит и не может различить его от реальности, а кто-то может отличить его от реальности. Нет, ну вот сейчас... А Булат по какому-то сне может себя отличать, что он спит, а по какому-то сне не может отличать от реальности. Не знаю, я могу отличить... Нет, я могу отличить... А сон, когда человек находится во сне, и он спнулся, и он спреждает, что он может. Хорошо, он спит, и... Зная, что это галлюцинация, ты сомневаешься. А когда ты не знаешь об этом, ты не сомневаешься. Когда ты находишься во сне и спишь, то для тебя события происходят неконтролируемы тобой. Ты их не контролируешь. Еще раз говорю, ребята, не надо упираться в частности. Условно говоря, им есть многообразный, но это просто опыт. Галлюцинация это называется. Я говорю, что в этом опыте нет я. Вот когда ты находишься в галлюцинации, тебя нет. Есть галлюцинация, но нет тебя. А когда ты, как только ты ставишь вопрос, а где я, галлюцинация пропадает. Не правда это. Или она становится... Ну, то есть ты начинаешь понимать, что это галлюцинация. Да. Вот и все. То есть для тебя уже это мишка. А когда ты не ставишь вопрос, то ты являешься мишкой. Вопрос не так надо ставить. Я вижу нечто, так сказать. Допустим, я галлюцинирую. Я вижу нечто, но я же понимаю, что это нечто от меня отличное. Да. Понимание это уже есть. То, что ты начинаешь включать сознание, начинаешь сомневаться. Я сомневаюсь. Дело в том, что я еще не сомневаюсь в его действительности. Но я понимаю отличие, что этот предмет отличен от меня. Да. Я еще не задаюсь вопросом. Галлюцинация... В общем, он всегда. Он всегда предмет отличен от меня. Да. В любом случае предмет отличен от меня. Ты начинаешь анализировать галлюцинации, ты начинаешь включать другие. Вопрос не в этом. Следующее, что можно ли пространственность как таковую воображать? Воображать можно пространственность? Воображать и представлять себе. Всегда пространство перед нами нечто такое вечное. То, что мы его воображаем, это некая культурная иллюзия. Наверное, когда мы знаем изучение математики. На самом деле, я могу тебе сказать, что есть такой опыт. Опять же, мы сейчас торгаемся в некие опыты. Что и человек, когда что-то вспоминает, он вспоминает, как он движется в пространстве. Если человек хочет вспомнить, где он оставил ключи, ему надо просто этот путь пройти в пространстве, которое он шел с утра, и он увидит, где ключи находятся. То есть, на самом деле, в каком-то отношении на самом деле даже наша память пространственная. И мнемоника часто опирается именно на то, что человек запоминает некие ходы и действия в пространстве, некие последовательности, а потом, когда хочет что-то запомнить, он просто в этом ряду расставляет предметы, которые хочет запомнить. Ну, это понятно. За ряду составляет пространство, которое... Мы в психологию торгаемся. Нет, может, в психологию торгаемся, но запомнить, повторить свои действия в пространстве, что называется, и воспринимать что-то в пространстве, заново, это как бы разные вещи. Не, ну что такое воображение, что такое припоминание? Мы все припоминаем. Ты говоришь, что всем телом припоминаем. Я думаю, что мы припоминаем точно так же, как действует фотокамера. Мы припоминаем в виде неких снимков. Понимаешь? Не в виде идеи, а в виде неких снимков. Вот, например, ты сейчас припомнить раскоп. Я что могу? Я просто могу раз и восстановить некий снимок с какой-то позиции. Ну вот такое вот еще воображение. Вот животное, оно не мыслит. Ну что, оно не существует? Как что? Ну, в нашем смысле, конечно, нет. Ну, конечно, оно не существует. Ну, тогда что-то, да. Любой акт, можно сказать, там... Ну, как бы, в обратной точке. Нет. Валя, давай возражение. Любой маг подтверждает наши слова. Я что-то чувствую. Валя, у тебя позиция некорректна. В чем состоит? Потому что животное само не мыслит, но оно существует для другого, который мыслит. Животное не существует для самого себя. Само животное, поскольку не мыслит, оно для самого себя не существует. Понимаешь, тут позиция, внешне, но животное существует для нас. Это для меня существует, а это для тебя, понимаешь? То есть оно для себя не существует, а для нас оно существует. Не, ну там-то... Ну да, еще как вещь потяжонная существует, точно так же. Ну ты как и там уже, как бы, вообще, вбсолюте. Я мысл, уранься, значит я существоваю. Понимаю. Точно так же животное, если бы оно хотелось... Ну, он не мыслит, но тем не менее он существует. Я просто хочу сказать, что ты натянешься на мысль, что я существую. Я не вижу, как тут перейти от я мыслю к тому, что я существую. Факт мышления это и есть факт твоего существования. Ты определяешь тем самым себя. Единственное, от чего ты можешь оказаться... Ты говоришь не о том, что я существую, а о том, что я себя осознаю только. Камень вообще не мыслит, но он существует же. То есть тут как существование привязать к мышлению? Какая это логическая ошибка? Нет, нет, здесь не логическая ошибка. Просто для того, чтобы это понять, надо все как бы заново начать. Потому что речь идет об обосновании. Никто не сомневается, что мы существуем. Но речь в другом состоит. Можно ли это обосновать? Вот есть некое обоснование доказательное, которое указывает на то, что мы существуем. Ну, допустим, тебе очевидно, что ты существуешь. Не очевидно. Не всем очевидно. Ну и что? Мало ли кому, что очевидно. Просто надо... Вопрос идет о том, на самом деле, можно ли это как-то обосновать. Декарт это обосновывает. Понимаешь? Важно. Доказывает. Вопрос о доказательности идет. И доказывается это следующим образом. Вот вещь. Существует она или нет? А может это во сне мне привидится? Где доказать, что она существует? Доказать это существование, исходя из вещей, нельзя. Понимаешь? Самую вещь нельзя. Да, никак не доказать, что она существует. Несомненно то, что я ее мысль. Да, но... Дело не то даже, что несомненная при этом мысль. Но пока мышление движется, пока мышление как акт существует... Вот я мыслью вещам, и мышление как акт действует. А пока этот акт длится, несомненно, что... Я не могу сомневаться в том, что он есть. Акт есть. Сам предмет, может быть его и нет, может быть это иллюзия, сон. Но акт, я в акте, в самом действии сомневаться не могу, в действии. Я могу сомневаться в предмете, но не могу сомневаться в действии. И пока действие есть, я не могу в нем сомневаться. То есть иначе говоря, я тем самым из опыта доказываю, что, доказываю не в смысле логики, а доказываю в смысле опыта, что в я сомневаться нельзя, пока мы мысли. Пока я мыслю, сомневаться в я нельзя. Вот и все. Вот в чем тут суть. А не в том, на самом деле, что если я мыслю, то обязательно существую. Ну мало ли, кто-то сидит мыслит и может быть там витает в облаках где-то. Дело не в этом. Дело просто состоит в том, что мышление, пока оно есть. Если ты направишь это так на это мышление, которое есть, ты не можешь сомневаться, что оно есть. Ты можешь сомневаться в том, есть ли мишка, ты не можешь сомневаться в действии мышления, которое направлено на это мышление. То есть в лацинации ты находишься в состоянии, когда тебя нет. Я говорю еще раз, вопрос идет, еще раз говорю, не об очевидности, а об обоснованности. То, что я есть, это очевидно нам заранее. И еще раз добавлю, здесь очень важно понимать такую вещь, что мы имеем две вещи, в идее каждой из которых заключено существование, это очень важный физический результат. Протяженность этой идеи заключена существованием, она есть по себе идея по трансцендентности. И в вещи мыслящей тоже заключено само по себе существование. В идее хомячка его существование не заключено, хомячок может жить и может и не жить. Так рассуждают обычно, приблизительно, я-то немножко иначе рассуждаю. В хомячке. В стакане воды тоже считается, что в самом стакане, то что идея стакана существует, идея статана, в нем не считается, что в нем нет идеи существования. А вот в идее этого я, как мы его строим, идея существования заключена. И в идее протяженности тоже идея существования заключена. Еще раз вопрос, чтобы их не запомнить. Почему заключена идея существования? Чтобы это стало понятно. Потому что пока длится мышление, в нем нельзя сомневаться. Вот то, в чем можно сомневаться, то, что можно поставить под вопрос, в нем не заключена идея существования. заранее. Потому что если мы можем поставить под вопрос, то ли я сплю, то ли я в иллюзии, то ли этого предмета нет. То ли это другой предмет. Да. Даже нужно говорить, что когда я мыслю, я осознаю, что я существую. Это не значит, что я осознаю. Это важно. Стоп, стоп, стоп. И это важно. Речь идет, конечно же, о существовании для тебя. То есть мы сейчас говорим о существовании для этого я. Существовать может быть всякое существование и существование для чего-либо. Понимаешь? Вот этот предмет существует для «Меня». Как ты можешь высказать о нем, что он существует сам по себе? В каком смысле? Ты всегда можешь указывать, что он существует для кого-нибудь. Для тебя, для Бога существует. Всегда есть некий субъект, который должен этот объект воспринять и свидетельствовать, что он есть. И поэтому всякие вопросы существования, это не абстрактный вопрос, что где-то что-то существует. А это всегда указание на то, с какой позиции и для кого он существует. Мы и говорим, что я существует для себя же. Ну давай я существую. Для себя же. Не для себя же, а с необходимостью. Этот факт является как додатчиком. А предмет, он не может сам для себя существовать. Он существует только для другого, то есть для сознания нашего, для нас. Предмет существует для нас. Если я привижу тебя, то ты для себя существуешь с апотектичностью, а я для себя существую. Понимаешь, мы каждый из нас в своей позиции чувствуем с необходимостью, что я существую. Но я когда смотрю на тебя, я не уверен, существуешь ли ты. И ты на меня можешь посмотреть и воспринять это непонятно, то ли я иллюзия, то ли я во сне тебе привиделся. Понимаешь, ты тоже можешь посчитать, что я не существую. Но сам ты для себя с необходимостью существуешь. И сам я для себя с необходимостью существует. Вопрос именно только так ставится. Никто не пытается доказать абсолютное существование субъекта. Абсолютно доказать невозможно. Вообще никакие абсолютные положения доказать невозможно. Можно доказать только вот такие, относительные. Я относительно себя. Вань, ты просто сейчас затронул тему, и правильно ее высказал совершенно, которая является философией, на мой взгляд, вообще самой важной. И чем она отличается от науки? Ведь науки, это перед тобой есть некоторый предмет, который ты изучаешь, исследуешь, что ты делаешь. А вот здесь, ты как-то эту ситуацию описал, ситуацию отношений, да? У тебя получается, что представление о самом себе, что я есть, я мыслю вводными словами что-то определенное, и вместе с тем я как бы говорю, что я есть. То есть ты как бы дополнительную некоторую идею к этому мышлению о предмете присоединяешь. У тебя есть определенный предмет, который мыслишь. Но из-за того, что ты мыслишь в качестве определенного, ты присоединяешь себя. Таким образом, ты оказываешься неким интенсивным отношением, разворачивающимся на базе, на основании предмета. И оно не ухватывается предметной формы. Вот то самое я, которое существует в качестве вот такой процедуры, длящейся, сопровождающей восприятия этого предмета, этого самого мишку, оно на самом деле не может быть положено перед тобой объективно вот так, перед собой. Поэтому философия, как наука, она невозможна. Понятно, да, в чем мы говорим? Что всякий раз у нас и возникает интенсивное отношение на основании предмета. Этим она отличается в психологии. Почему мы не там в нем времени так снисходить... То есть он имеет в виду, что я это не такой предмет, который можно вот так вот вынуть и положить, и сказать, вот это я. Предъявить его нельзя. Предъявить его нельзя. Я только можно удостоверить, удостоверить сможешь, что оно здесь. Только удостоверить сможешь. И каждый раз это надо заново возобновлять. Это не такой акт, который удерживает, что поставить. Это предлагает здесь говорить о для себе в идее сознания. Действительно, для себя в идее сознания. Оно не может быть положено, сознание вот в этом моменте перед собой объективно в качестве мишки, но с другой стороны оно каким-то образом вот так существует. И философия это такая дисциплина, которая у нас этими интенсивными отношениями учится и пытается работать. Это у меня как бы претензия на то, что она отличается от науки. Да, у философии всегда есть субъект объектных отношений. Всегда. Всегда есть, всегда надо указывать субъекта, для которого что-то есть. Всегда. Не просто есть мишка сам по себе, да, вот как физика рассматривает вопрос. Она просто вот есть некое движение, тело само по себе где-то движется. И то у тела, если вдуматься, есть система отчета, есть. То есть как бы субъект все-таки как бы где-то есть, да. Но он вынесен за пределы физики. Физики вообще даже думают, да вообще-то безумных вещей в физике полагают. Не думают, что полимет движется в этом. Само во времени, мало того, что пространство еще. Пространство это странно, а еще во времени, что вообще дикостью кажется, с точки зрения философии. Потому что развивается ситуация, как бы, есть понятие времен, с которым нам Бога рассказал, а есть понятие времени Канта, который является формой внутреннего чувства. И, собственно, философия и философский подход, если вообще валют. Как бы ты хочешь философизировать, он состоит в том, что всегда ты должен помнить о субъекте. Всегда. Ты всегда должен задавать вопрос, для кого идет рассмотрение. А кто является в данном случае субъектом? Ты никогда не должен говорить о предметах, как они сами. Ты всегда должен указывать, для кого это. И вот это простейший пример, что вот этот самый субъект, то есть наше сознание, которое в этой ситуации существует, вот его ты не можешь взять, отодрать и перед собой положить. Вот не можешь. Вот здесь построение следует, да, что не можешь. С одной стороны, он далицо, но сильно, интенсивно, прекрасно. О нем можно много чего сказать. Но с другой стороны, вот так ты его положить перед собой, положить и изучать, как будто у нас все философии свойства психологии, ты не можешь. Ну а чем хуже, тогда я чувствую боль, тогда я существую. Что? Чем хуже утверждение, я чувствую боль, значит я существую. Или там я, ну вот инфозория туфелька, там электрическим взглядом ткнули, она отползла. Она существует, она же реагирует. Да, она реагирует, но из этого, ну и автомат, сельный бачок туда реагирует. Тогда на него, на кнопочку нажал, там вода слилась, это же реакция. То есть я так же, как туфельку, воду нагрели, пока камни ударят, кусочек отвалился, да, тоже реакция. Все везде реагирует и взаимодействует. Вопрос остается о том, что ты вот когда первый, ты скажешь, что я чувствую боль, значит существует. Вопрос как раз именно туда декабря ты предлагал осматривать, в отличие от человека, животных, как некий автомат. Боль-то автомат. Чувствовать можешь, не чувствовать. То есть мы чувствуем боль, а акулу, которую вырезали внутренности и выбросили с запад, с удовольствием накидываются в собственные внутренности и их пожирают. Это такой автомат, у меня программа заложенная, она работает. Она милая, пушистая, зубатая и какая-либо еще, ну автомат. Конечно, это не идет о своей гвали, у тебя просто представление о существовании, в абсолютном каком-то смысле, они как-то сами по себе. Вопрос в том, что я не рассматриваю так вопросы. Не существуют предметы сами по себе, существуют предметы для кого-то. Боль самопоседей не существует, то есть ты боль-то воспринимаешь. Не, про боль-то у Валя правильно сказал, это модус. Боль является модусом мышления, можно так выразиться. Опять же мышление. У него как раз по отношению к любви, к боли, ко всяким другим родам, к переживаниям, у него как бы тоже есть, что я люблю, следует существовать. Тоже можно заключать и существовать. Ну давайте, если просто есть, я вот эту точку все-таки хочу поймать. Вот эту самую главную точку, как бы философия Декарта, всегда понимают смысл иллюзии и не сна. Что если ты задаешь вопрос, а есть ли это на самом деле? Нечто есть, по-моему, норма называется, мусорная. Ты его, как некоторые, в результате филологической редукции. Мой, моя, это идея. Да. Мой, это мышление. Ну вот, она оказывается у тебя некая-некая идея, предмета, например, этого мышки. Ты ничего не говоришь о его бытии, и пусть его нет, как бы, на самом деле, предмета. Но несомненно в том, что я его мыслю. Это то, что предписывают, значит, обычно Декарту. Возможно, другой разговор. Безусловно, у Ей его затевают по той простой причине, что у Декарта везде, хотя и позже, есть вещи протяженные. Что у тебя вопрос о бытии, он решен. То есть вещи передо мной, этот мишка, он передо мной трансцендентен, он же передо мной есть. Но с другой стороны, непонятная мишка не эта. Это тоже позволяет получить другие результаты «я» немножко. И в том смысле, оказывается, что «я» является формой определенности предмета для сознания. Микр, а как вопрос про Бога? Мы в прошлый раз пытались понять на самом деле? Я не надумал. Ты знаешь, надо просто хотя бы взять тебя в связи со всем этим и почитать вот эту знаму. А так, вдруг нас кто-то слушает, я должен извиниться перед студентами, вдруг нас замечательно, кто-то из них слушает. Моего спецкурса прочитанного по философии Декарта 15 лет назад на философском факультете у университета имени Генсена. Господа, я был не прав. Прошло 15 лет, и мнение изменилось. Пройдет еще 15 лет, и он вернется в прежнее состояние. А что у нас с Богом было? Ну, дело в том, что Бог у Декарта что-то обосновывает. Зачем-то нужно представление такой идеи, в существе которой есть существование, для того, чтобы что-то доказать. И у Декарта, как бы, ход после того, как он доказывает, что «я» существует, он идет дальше и находит идею Бога, и обсуждает идею Бога. Зачем? Просто в том представлении, которое сейчас декларирует Игорь, как бы не очень понятно. Зачем двигаться дальше, да, если как бы вещи сами по себе, поскольку они пространственные, доказывают, что они реальны. То есть мы на самом деле, опираясь на вещи, доказываем, что существуем мы, а поскольку существуем мы, и мы с очевидностью, отчетливо, ясно и отчетливо представляем вещи, то значит и вещи существуют. То есть как бы Бог вроде как и не нужен для доказательства существования мира и вещи. Надо посмотреть, просто реально надо посмотреть, что там, там есть определенный вопрос за церковь, но все это посмотреть. Но оказывается, у нас Декарт материалист, да? А как быть с математическими доказательствами опять? А с ними тоже, ты же сам, они у тебя, безусловно, существуют только субъектно. Да дело же не в этом, потому что в прошлый раз я же говорил, что как-то связано с логикой, что Декарт не только сомневается в бытии вещей, но он еще и сомневается, верна ли наша логика, когда мы рассуждаем о вещах. Да, правда ли то, что я вижу, есть мишка? Правда ли то, что я вижу, что дважды двадцать четыре? Не, 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 не об этом. Правда ли это? Послушай, вот смотри. Собласись, что некоторые факты высказывания есть. То есть не в бытии этого факта сомневаешься. Сомневаешься в том же, правда ли, что дважды двадцать четыре? То есть ты и попекиваешь о чтойности. Это все понятно, просто я хотел бы заметить, как и в прошлый раз я это замечал, тонкое некое различие. Дело в том, что если мы союневаемся в логике, то мы не можем в доказательстве существования «я» опираться на логику. Пока, то есть если мы начинаем с самого начала и двигаемся последовательно и методично, то мы ни в коем случае не должны опираться на логику. Ни в коем случае наш вывод о том, что когет эргасун, ни в коем случае не должен быть в умозаключение. Это должен быть некий непосредственный опыт. У Декарта так и получается, что когет эргасун, то есть «я мысль, следовательно, я существую» – это ни в коем случае не вывод, ни в коем случае не умозаключение. Это просто некий очевидный опыт. Пока я мыслю, пока мышление существует, я существую. Я сейчас, кстати, не хочу показывать некие границы декартовской философии. Я не знаю, может быть, мы сейчас чуть позже к этому перейдем. Но вопрос именно состоит в том, что Декарт, не опираясь на логику, доказывает с необходимостью, что «я» существует. Не опираясь на логику. И я в прошлый раз указывал на это, что Бог ему нужен как раз, чтобы доказать, что логика верна. Что Бог не обманщик, не создал нас такими, что мы ошибаемся даже в математических доказательствах. А что Бог создал нас такими, что наша логика верна. И когда наша логика верна, он может продолжать дальнейшее рассуждение. Может быть, да, вполне возможно. То есть движение как бы более тонкое. Не просто, так сказать, грубый переход. Не только в вещах он сомневается, но он сомневается также и в логике. Мне-то больше в этой ситуации не темпоральные доказательства, да, Вова? Битая Божьего больше всего интересует. Там у Декарта, у него сразу же просто антологическое идет темпоральное. Ну это в опору того, что же там времени. Что значит, что когда ты начинаешь мыслить о время, то тебе недостаточно оказывается одного сознания, и тебе нужно представление о традиции. Ну суть вопроса состоит в том, что мы как бы подчинены времени, да. Мы не можем сами себя создать и двигать во времени, да. Мы подчинены времени. И поэтому у нас, в деле, есть нечто, да, кто на самом деле движет нас во времени. Которое кто все создал, создал в том числе и время, да. То есть оно необходимо для чего? Потому что время для нас очевидно, но тем не менее мы в нем не властны. То есть есть нечто внешнее, да, что детерминирует наше движение во времени. И то, что нас воспроизводит тем же самое, да, что как бы вот мы один и тот же, одно и то же я остаемся во времени еще себе равным, да. И это возможно только потому, что есть некто Бог, да, который постоянно нас воспроизводит во времени. Просто прикол состоит в том числе. То есть возникает просто возникает такой момент, что время, некая сущность, отличная от нас. Ну, в каком-то смысле, да. Или время есть мы. Смотри, время и сущность, которая отличная от нас, потому что она, мы во времени над собой не властны над временем, да, и сущность, которая от нас зависит одновременно. У нас с тобой получилось, что она нифига не отличная в идее временности. Да. И как-то она принципиально отлично. Мыслишь время, таким образом ты мыслишь Бога. К этому можно вовремянуться, это дело посмотреть. У нас-то получилось скантинянская картинка совершенно. Кантинянская, то есть время, это форма внутренней ощущения. Данность и мышление само себя. Форма внутренней ощущения. То есть форма внутренней ощущения. Времени вне меня нет. В пространстве мы знаем о внешнем мире, а во времени мы как бы... Это форма, которая нам дает ощущение самого себя. Это тоже очень интересно, что нет просто чистого бытия. Мишка просто где-то там бах, бытие. Так он еще в какой-то... какая-то специальная определенность, то есть его форма. Это пространство. Это чрезвычайно мне интересно. Да и поскольку, как говорит Кант, что я сопровождает все наши представления и все наше мышление, да, как все наши восприятия, поскольку время так же воспринимается и в нечем. Поскольку я сопровождает все наши представления, все наши сердца. То есть мы не можем от субъекта оплечься. Поскольку время проникает так же и вовне. То есть согласно Канту, время и пространство это не объективные характеристики смысла явления, но не объективные характеристики в абсолютном смысле. То есть эти свечи в абсолютном смысле существуют как-то вне пространства явления. Ну, я просто хотел напоследок сделать какие-то замещания в связи с прошлым семинарием, мы это уже обсуждали, с разношением двух субъектов. И как бы везде эту тему сейчас продвигают, потому что пытаюсь понять, на самом деле, насколько эта гипотеза вообще имеет право на существование, насколько она может быть эффективна в объяснении разного рода явлений, в том числе, например, в экспликации философии Деката. Смотрите, мышление – это некий акт. И мыслить может только субъект акта. И на самом деле, если как ты и рассуждаешь, что пока я мыслю, я существую, так говорить нельзя, потому что я – это есть переживающая инстанция, я – это есть субъект переживания. Может только, пока движется мышление, может только доказывать существование причины этого мышления, то есть причины акта. То есть можно доказывать субъекта акта. Серьезами. Нет, послушайте. Можно доказывать то, как. Ведь на самом деле очень важно получить именно субъекта. Ведь если мы будем доказывать, что пока мышление есть, оно существует, ну и что, мало ли, что есть некое действие, и оно существует. И что? Что мы дальше сможем делать? Дальше мы сделать ничего не можем. Мы хотим именно доказать, что существует субъект, некое «я». Нам это важно. Так вот, с позиции того, что мышление является актами, и эти акты производятся неким центром, есть не причина этих актов, а именно субъект актов, то мы перейти к субъекту акту от мышления можем только на основании логики. То есть как сделав умозаключение, что поскольку есть мышление, мышление, оно очевидно, пока оно длится, мы в нем сомневаться не можем, но существует ли причина этого мышления? Субъект «я». Нет, пока про «я» забудь. «Я»-то это субъект переживания. Причем здесь «я»? «Я»-то субъект переживания. Кто субъект мышления? Некий субъект актов. Причина субъекта. Это некая причина актов, субъект актов. Но мы перейти к этому субъекту актов можем только на основании умозаключения. А этот переход запрещен, поскольку мы еще не доказали, что наша логика верна. Потому что мы доказательств, что наша логика верна, можем только с помощью Бога. То есть, значит, это рассуждение запрещено. Значит, делать вывод, переходить от мышления к некому субъекту, этому мышления, это в системе различения двух субъектов. Это делать нельзя. Я потом это просто вырежу. Можно потом попреплавлять, не попреплавлять. Подожди, подожди, дальше теперь. Теперь у нас есть второй субъект. Возможно, на самом деле, гигант имеет в виду именно второго субъекта. А второй субъект – это и есть, собственно, я. То самое я, о котором мы всегда говорим. Это переживающая инстанция, где субъект переживает. Но субъект переживает, но он не мыслит. Он только переживает. Тогда получается, что Декарт что доказывает? Пока я переживаю, я есть. То есть, на самом деле, ну что такое переживание? Является ли сомнение, о котором говорит Декарт, актами или переживанием? Вот тут возникает некая дилемма. Есть ли они акты, то Декарт доказать ничего не может. Получается, что он может только в том случае доказать, если сомнение – переживание. Если сомнение – это переживание, то тогда, пока он сомневается, то есть, пока он переживает, он с необходимостью для себя существует. Таким образом, он может доказать, что существует только субъект переживания. Он может доказать сомпатичность, что субъект переживания есть. и пока он переживает он существует собственно это действительно доказывается нашим повседневным опытом, поскольку мы переживаем наше бытие особо интенсивно в те моменты, когда чувствуем острые переживания. Чем острее переживания, тем глубже и проникновение чувствуем в свое бытие. На самом деле в этом есть даже просто очевидность просто повседневной. Валя, ты меня не понял, потому что у меня так и получается, что вот этот субъект ТАКТАК и так и есть машина. Он связан со всей природой именно эперминистически, то есть как машина работает, как автомат. Он просто генерирует АКТЫ, АКТЫ мышления, то есть все, генерирует. Тот, что интересно на самом деле, что философия Декарта никак не теряет свои силы, свои доказательности от того разделяется ли субъекты на два или не разделяется, никак от этого не справляется. То есть на самом деле философ-филдикант можно излагать как в односубъектной структуре, как в субъектах, когда равен субъекту переживания, как можно в разделенной структуре рассуждать, и все все равно происходит. Другое дело, что основанием является уже не мышление, а основанием является переживание. Поэтому мыслящая субстанция, это не мыслящая субстанция, а переживающая. Есть две субстанции. Субстанция протяженная, а субстанция переживающая. А никакая не мыслящая. Никакой мыслящей субстанции нет. Есть субстанция переживающая и субстанция протяженная. Но это пока все, я говорю, в рамках гипотез, это все требует дальнейшей проработки. Я говорю, что доказать это развлеченность можно на опыте, я еще тут подумал, как это можно доказать. Еще это можно доказать тем способом, что рассмотреть всевозможные роды философии нового времени, в которое поставим фигурирую субъект, рассмотреть все эти философии и показать на основе этой философии Канта, что и что. И как у Канта работают все эти развлечения. Или, допустим, как у Гейгл это все работает. Если удастся это все сделать, то это будет еще одним подтверждением, что гипотеза имеет право на существование недостаточно обоснованно. Никакой не слукавил, потому что он в своем рассуждении изначально включил логику. Нет, у него еще не логика, потому что у него на самом деле, когда он говорит... Слава последовательного не есть. Смотрите, давайте послушайте, как рассуждать и как. У него субъект переживаний, субъект один и тот же я. Одно и то же, точнее не одно и то же я, а один и тот же субъект. Тогда получается у него что? Когда он говорит, что пока я мыслю, что мышление, когда пока оно длится, оно очевидно. Но он не переходит к причине мышления, а он переходит сразу к я. У него вот это сомнение одновременно является и переживанием, и актом. Именно поэтому он в смысле переживания сразу доказывает с апотетичностью. То есть он доказывает и смысл ему заключения. Доказывает не смысл ему заключения, а смысл опыта, что существует я. А когда он рассматривает сомнение как акты, он доказывает на самом деле, что причиной мышления является я. То есть на самом деле у него получается одновременно он умудряется убить двух зерц. Он умудряется доказывать существование я, и в то же время доказывает мышление как некое производное от этого я. Одновременно. Ну да, так нельзя переходить. А я говорю, что на самом деле мышление это акты, и поэтому от мышления перейти к этому субъекту переживания. То есть к я нельзя. Только можно перейти к другому субъекту, к субъекту актов. Но субъекту актов к нему можно перейти только путем умозаблючения. Значит это запрещено. Значит не удается через мышление доказать существование я. Значит надо доказывать через переживание. Пока я переживаю, я существую. Но если я доказываю через переживание, об мышлении пройтись уже не могу. Но это и не надо. На самом деле с точки зрения Декарта. Можно остаться на базе переживания. На самом деле Декарта дальше в трактате стоит. Что как бы вот эти все переживания, любовь, ненависть и прочее, являются модусами мышления. То есть он как бы понимает на самом деле, что он фактически доказывает существование своего я на основе переживания. Он это понимает и поэтому как бы задним числом говорит о том, что ему как бы очевидно, что через переживание может прийти к я. И он как бы дополняет, что это модусы мышления. То, что у него мысление является более базовым фундаментом. А на самом деле наоборот. Базовым фундаментом-то является переживание. А мышление это вообще как переживание никакого отношения нет. Это некие акты. Мышление нечто другое. И вообще говоря, различие... Я тут вообще столкнулся с такой проблемой, что различие между переживаниями и актами на самом деле достаточно сложно. Потому что наши слова... Мы привыкли работать в односубъектной структуре. Наши слова одним и тем же словом обозначают и переживания, и акты. Допустим, сомнения. Можно сомневаться в существовании мишки. А больные люди... Это интенсия. Слушай, мыслить? Да. А можно колебаться. Существуют мишки или нет? Это переживание. Можно не переживать. Или там болезнь Ялезгеймера. Не знаю, там можно сказать, наверное, что мышления уже нет. Получается, что мышление тут некая такая вещь? Мышление, если говорить уже как бы такими грубыми выражениями. Если считать, что субъект актов это как бы некий центр тела. Да, вот как бы то, что управляет телом. Некий генерирующий центр. Ну, первое приключение просто само тело. Да, как бы субъект переживания это Я. То можно так сказать, что на самом деле есть производство некое, или как я говорю, генерация актов. Акты мышления, восприятия, речи. И много чего, как и другие акты. Многообразие различных актов. И в этой генерации мы, как оказывается, очень бедными созданиями. Мы только переживаем. Что бы удивить. То, что является собственно нашим, это и есть переживание. И не даром на самом деле мы ради переживания и живем. Да, вот ради удовольствия иногда говорят. Ради какого-то экстрима, да, вот почувствовать как бы вот эту жизнь, да, вот как паникит. Переживание, думаю. Да. Например, спрыгнуть с какой-нибудь там горки на лыжах, да, как там. Почувствовать экстримом, да, вот этот вброс адреналии. Ради сердца. Опять проживание, да, или любовь, да, яркое впечатление. То есть, на самом деле, если вдумываться, для нас очень существенно, и мы проживаем наше бытие вот в этих вот... Это то, что Хайдекер называет эксистенциалом, да? А для мышления надо напрягаться. Тут еще очень важно, кстати, я вот тоже в последнее время вдруг осознал, я как-то одно время как-то забыл про это, про Хайдекер, забыл. Ведь Хайдекер делает существенное то же самое различие между категориями и эксистенциалами. Эксистенциалом. Дело в том, что предметы внешнего мира, вот, допустим, этого мишку, мы рассматриваем под категориями, да, там, сущность, пространство, время, там. Мест, ну и прочее, да? Но мы, как субъекты, на самом деле, неподлежимо рассмотрению под категориями «мы особые сущие», вот он их называл «дазай», да? И мы подлежим рассмотрению с позиции эксистенциалов. Это что такое? Это эксистенциалы заботы, тоски, одиночества, там, ностальгии, там, страха, да. Да, то есть, вот, некие переживания именно. Вот эксистенциалы являются переживаниями, и это очень важно. То есть, на самом деле, хайдингер, вот, он уже и является неким переходом, но не хайдингер, на самом деле, начиная с Киркигора и Ницше. Да, и причем, опять же, если взять обоих Киркигора и Ницше, и те, и другие, это, и это, разваливают классическую классу, именно с позиции переживания, я вот это собираюсь доказывать. Ну, про Киркигора это понятно, да, страх и трепет, наверное, все считали, да? А про Ницше это требует особого разговора, как бы я считаю себя специалистом по Ницше, но я вот, как бы, сейчас понимаю, что Ницше разваливал его с той стороны, что он уже считал, что субъектов много. Но это надо доказывать. Надо выбрать произведение, и, собственно, там, по тексту двигаться и доказывать. Ну, а Хадиг является уже итогом, да, уже итогом серьезного осмысления того, что вот возникло новое, ну, возникло новый способ просмотрения сущности, да, именно под эксистенциалами, и это рассмотрение отличается от того, как мы рассматриваем вещи под категориями, да? Вот это вот разбиение на сущности, которые рассматриваются под категориями, которые рассматриваются под эксистенциалами, фактически, на самом деле, я вот, я вижу, что вот расплодение субъекта, о котором я говорю, а именно субъекта, то есть субъекта переживания, и соответствует именно этому отличию. Я, как бы, сейчас далеке это вижу, но к этому надо дойти. Что, в переживании нет, разве, мышления вообще? Нет, мышление, посмотрите, в чем суть, мышление – это акты. Естественно, как бы, акты есть всегда. Есть акты, они генерируются, и они есть всегда. Есть акты и мышления, и многие другие акты, речевые акты, акты восприятия, они всегда генерируются. Естественно, все наши переживания сопровождаются, ну, например, ты переживаешь, допустим, страх, но у тебя глаза, у тебя открыто, ты воспринимаешь, у тебя какие-то мысли бегут, например, убежать, там, например, или спрятаться, или понять, что же происходит, или возмутиться. У тебя какие-то мысли с рук генерируются. Постоянная генерация идет, независимо от переживания. Просто отличить переживания нужно от этих актов. Это не так просто, потому что можно представить, что на самом деле, что переживания это такие же акты. Одним из проблем состоит то, что переживания, можно считать, что переживания являются частным случаем актов. И все. И проблемы сразу снимется, и происходит субъект, и сразу опять объединяется. Но проблема состоит в том, что если акты направлены на объекты, акты являются интенсиональными, то что называется. Что такое интенсиональные? Значит направлены на некие объекты. То переживания не на объекты, не направлены. Переживания – это некие целостные. Это есть свойство объекта, с любого по себе. Это про что говоришь? Что это переживание? Переживание – есть некая целостная реакция человека на ситуацию. Если действительно быть честным и промыслить, что такое страх, что такое радость, ностальгия, что такое тоска и многие другие вещи, забота. Там, конечно же, где-то всегда присутствуют объекты, но и сами эти переживания как таковые, они не имеют никакого объекта, они просто есть и все. Они нас охватывают и все, мы радуемся. Мы можем радоваться чему-то, но мы можем просто так радоваться. И можем сначала радоваться чему-то, а потом просто так радоваться. И мы можем тосковать непонятно о чем. Можем задать, а о чем ты тоскуешь, да просто тоскливый и все. У меня хандра, а чего? Ну просто так хандра и все. У меня ностальгия, а чего у тебя ностальгия? Да ни от чего, просто ностальгия и все. Само по себе, то есть условно говоря, для нас, для я, переживания самооценны, если так можно выразиться. Не важно причина, которая вызывает это переживание. Оно само по себе для нас является неким важным, существенным обстоятельством. Вот на этом основном, кстати, произведение Достоевского. Достоевский постоянно, Достоевский герой постоянно наслаждается вся гордой ситуацией. Вот это вот у них постоянно, допустим, ситуация позора, да, братьев Карамазов, да, отца вот этих всех Карамазов. Федор Карамазов? Но он постоянно ходил куда-нибудь, рассказывал себе позорные вещи и чувствовал не такое острое наслаждение. Но ведь суть состоит не в том, что он какого-то объекта хотел, он просто хотел наслаждаться. Все остальное это был способ каким-то наслаждением достигал. Объекта-то опять же нет. Он этим способом жил. То есть, понимаешь, переживание в некотором смысле и есть последняя цель, которую мы хотим достигнуть. В экстремальных ситуациях, да, там, когда мы стремимся к каким-то экстремальным видам спорта, там, в каких-то там в рискованных операциях, там, допустим. Вот есть люди, которые любят играть, да, то есть играть там, выиграть, какие любят играть, компьютерные игры, или играть там на бирже, или играть там в автоматы, да. Везде для нас важно что, мы же не хотим выиграть. Мы просто хотим вызвать вот это острое наслаждение, остроесть ситуации, пережить этот вот какой-то бурный поток, да, вот, допустим, как на бирже там. Вдруг раз выиграл, горки такие. И поднялся, и все, все, бурлит, раз, проиграл. И даже если ты падаешь куда-то, и проиграл там много денег, то все равно ты чувствуешь острое переживание. Но это острое переживание нам постоянно возвращает к нашему бытию, да, вот этой бытию. Это и есть на самом деле, собственно, я. Оно каждый раз удостоверяется тем, как всякий раз, когда переживания становятся острыми, всякий раз мы опять же приходим к самому себе, да. И это, вот, например, понимает хорошо Киркигород. Он и говорит, что в острых переживаниях, допустим, ужаса, тоски там, какого-то там, мы приходим всякий раз к самому себе. Ну что, в мышлении-то мы можем даже в себе сомневаться, хотя это не я. Не, мышление в некотором смысле это может быть незаинтересованный акт, да, может какой-то такой вообще, просто холодный акт мышления. Существуем ли мы там при этом мышлении? Только методически существуем. А на самом деле для нас это может быть, не может, никакой, у нас даже интереса нет, да, там, вообще может быть просто как бы там, некая техника. А в переживании, вот, там, мы ведусь полностью, полностью, для нас это важно, мы постоянно цепляемся за эти переживания, все эти, все, к чему мы в жизни. Мы в жизни ведь хотим удовольствие, но быть удовольствием какого-то, в смысле переживания. Мы даже когда едим, хотим получить вот некое последствие, вот их пережить, да, вот это вот некое, прожить некое послевкусие, да, вот это что-то такое сделать. То есть здесь нет цели наесться, да, вот мы, можно есть для того, чтобы наесться, и цель состоит в том, чтобы сохранить свою жизнь. А можно и есть для того, чтобы получить удовольствие. Большая разница, правильно? Но здесь, когда мы плотнее получили удовольствие, объекта опять же нет, если это является, переживание является самоцельным. Вот о чем речь идет. На этом мы немного отклонились, хотя на самом деле, есть у Декарта трактат на страстях. Да. Звездочный. А? Да, есть, да. И он как бы тоже существеннее, потому что мне кажется, вот, как ты говоришь, надо прочитать за на его трактат. Надо прочитать даже. Да, с рассуждением первой философии, но надо точно так же... Может, я не прав, и действительно, Стас прав в том, что он постоянно нас эту галлюцинацию отполагает. Галлюцинация все-таки в Декарта, в моем прочтении, это все-таки вопрос о бытии. А иллюзии? Мы же говорили, что есть иллюзии. Ну, иллюзии, я не знаю, не так скажем откровенно вопрос о бытии. Потому что иллюзии, я, например, когда вижу этого с людей, стоящих там, кто выясняет, что это столбой, я тоже можно сказать, что по-моему, иллюзия человека. Нет, ты послушай, дело в том, что, допустим, вот ты упоминал Гигеля, у Гигеля во второй главе восприятия появляется понятие иллюзии. У него чувственной достоверности иллюзии понятия нет, чувственной достоверности... Вообще, даже сомневаться нельзя, чувственной достоверности. Сомневаться там нельзя, чувственной не может прожить. Это вот некая достоверность, которой невозможно создать. А вот в восприятии возникает понятие иллюзии. Именно иллюзии. Понимаешь? Ну да. Ну ладно, все тогда. Включаем. Будем думать дальше. Лежим в ванной. Думаем дальше. Да, это хороший способ, философский. Ну что, я старший свет отмечал, знаешь? И что? Лежу. А, и ступан. Гер, диодок, диодка работает, и все. Гер, диодный, в принципе, подсветный. Ну, вазы-то светлые. Игорь, а расскажите, в какой позе-то вы лежите-то? Я в усопонних лежу. Умиротворенный? Успокойно лежу, и все, что. А как вам мысли-то приходят? А, как? В пузырьков. Да. Все дело волшебно, пузырька. Будем знать.